МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ожидаемая площадь посадок в этом году – порядка 32 тысяч гектаров. В Сицикарана Дагестана на одной площадке. В селении Ириб Чародинского района прошел 10-й ежегодный республиканский конкурс хафизов. Основа ислама с ранних лет. На территории Джума-мечети открылись летние курсы. Что они дают ребятам, расскажем в выпуске. Начнем выпуск с тревожной статистики аварий на дорогах республики за прошедшую неделю. В результате ДТП погибли 9 человек, в том числе четверо детей. Об этом сообщает ГИБДД республики и просит водителей и пешеходов быть максимально внимательными и соблюдать правила дорожного движения. В Дагестане началась летняя оздоровительная кампания. В этом году она охватит более 34 тысяч детей. И главное здесь, конечно, безопасность. Под пристальным вниманием сотрудников МЧС находятся сейчас детские лагеря. Инспекторы проверяют наличие противопожарного оборудования, эвакуационных выходов и готовность работников организации к чрезвычайным ситуациям. Если будет обнаружено хоть одно грубое нарушение, дети не смогут заехать на отдых. В этом году в регионе будут функционировать около 200 летних лагерей. Обеспечение пожарной безопасности объектов находится на особом контроле по МЧС. Дагестан не Китай, но рис у нас все же водится. Более того, в последние годы мы начали его выращивать в серьезных масштабах. К севокультуре и местной аграрии уже приступили. Ожидаемая площадь посадок в этом году порядка 32 тысяч гектаров. Активные работы ведутся в Тарумовском районе, где и побывала моя коллега Патимат Ханапова. Ей слово. Главное необходимое условие для выращивания риса – это, конечно, вода. Именно по причине ее отсутствия долгое время эти земли Вселенного Дмитриевка не обрабатывались. Проблему местные аграрии смогли решить благодаря госпрограмме. Субсидии по линии минсельхоза республики позволили не только обеспечить подачу поливной воды, но и закупить спецтехнику. Так, руководитель хозяйства Магомед Маговедов уже третий год занимается рисоводством и вполне успешно. Здесь саланцы и земли были. Здесь не то, что что-нибудь выращивать, скотина почти не было. Саланцы были. Вот сейчас результат. В прошлом году тоже хороший урожай был. Думаем, в этом году тоже. В настоящее время на предприятии засея на 180 гектаров и запланированных 260. Используются отечественные семена сорта регул, часть из которых – собственного производства. На большей части площадей уже появились всходы. Благодаря раннему созреванию здесь намерены собрать урожай уже в конце августа до наступления осенних дождей. Сегодня, если некоторые только сеют рис, здесь уже всходы. Проблема бывает у риса. Уборка уходит в дождь. В ноябрь уходит. Комбайна у нас достаточного парка нету, почти 50%. Нам приходится нанимать из других регионов. И, соответственно, даже в декабрь уходит в некоторых случаях дождливую погоду. А это уже в августе. В конце августа урожай первыми снимут. В Дагестане в этом году площадь под рис планируется нарастить на порядка 32 тысяч гектаров. Более половины от этого объема в республике уже засеяна. Абсолютным лидером по этому виду культуры эксперты называют Кизлярский район. Однако в последние годы серьезный рывок в этом направлении совершил и Тарумовский, где под рис уже отведено около 5 тысяч гектаров. Это тот случай, когда республиканские меры по развитию мелиорации вкупе с федеральной поддержкой дают результаты. Патимат Ханапова, Магомед Магомедов, Новости ННТ, Тарумовский район. В селении Ириб Чародинского района прошел 10-й ежегодный республиканский конкурс хафизов Корана. В этом году он был посвящен памяти общественного деятеля и мецената Ахматилава Ахматилова. В конкурсе участвовали представители исламских учебных заведений со всей республики. Мероприятие посетил и муфтий Дагестана шейх Ахмад Афанди. Подробности в сюжете наших корреспондентов. В конкурсе по Корану было 8 номинаций и всего два этапа – отборочный и финальный. Среди них главной и самой сложной была номинация – чтение наизусть всего Корана. В этом году лучшие чтецы – это 300 учеников исламских вузов и медресе – участвовали в конкурсе. Среди них и жители соседних республик, которые обучаются исламским наукам в Дагестане. Конкурс проходил совместно с маджлисом Алимов. В этом году мероприятие посетил в муфтии республики шейх Ахмат Афанди, который наградил победителей. Организаторам я бы сейчас попросил бы, вот эти, кто выиграли и заняли призовые места, никто не знает, он откуда, какой медресе воспитался, он какой нации. Этим я хочу сказать. Мы все мусульмане, мы последователи, пророк Аллах и Салафу Сальху, нам разницы нет, но все-таки для той нации им будет приятно узнать, что в Ародинском районе их представитель занял вот такое-то место. Вот сейчас, пока люди не разошлись, я думаю, можно их озвучить, их имена, из какого сидения, какой медресе выходцы они. Сейчас для самой престижной номинации всего Кур'ана наизусть приглашаем Чергизов Адам, Национальность Чеченская Республика Чеченец. Обучается в медресе имени Мухаммада Хафиза Афанди. Второе место Убайдуллаев Мухаммад. Обучение проходит в медресе Усмана Ибн Афана, Национальность Аварец. И, наконец, первое место Гамидал Хасан Афанди, представители южной части Дагестана, потомок Мухаммада Яракского Кудеса Сыру. Выступавшие богословы подчеркнули важность и значимость того, чтобы дети получали базовые исламские знания. Вот сегодня, альхамдуллах, вот столько детей, столько людей, которые участвуют. Родители этих детей, они счастливые люди. Потому что в судный день эти дети будут, иншаллах, шафаат делать за своих родителей. Все те, которые дети не получили должного воспитания, все те дети, которые ничего не знают об исламе, вот эти дети могут быть угрозой судный день этим родителям. Не каждый человек может стать муаззином, хафизом Курана, алимом. Это всем не дано. Аллаху Тааля какого-то человека выбирает, ему это дает по своей милости. Но всем детям, нашим детям, мы же всем можем хотя бы самое основное дать. Самое минимум базовых знаний об исламе можем ждать. Для этого, альхамдуллах, каждый год в муфеатуре республики Дагестан, мы знаем, проводятся летние курсы, мы их называем. Организацию конкурса хафизов Курана и призовой фонд в этом году взяли на себя родственники мецената Ахматилава Ахматилова. Дети, продолжая традицию отца, участвуют в богоугодных делах, строительстве мечетей и медресе. Также среди посетивших мероприятия было разыграно 11 путевок на умра. Айша Тухаева, Хаджимур Адмагаев, Новости ННТ, Чародинский район. Летние курсы по основам ислама стартовали во всех мечетях республики. Организатором выступил муфтият Дагестана. Тысячи детей в течение трех месяцев узнают, как правильно читать Коран и совершать намаз. Слово Хамзину Магомедову. Сотни детишек и их родители с началом летних каникул на территории Джума мечети столицы многолюдно. Здесь проходят занятия по основам ислама. Летние курсы вообще учат исламу, всему Корану. Их надо учить каждые летние курсы. Например, первый год, второй год и третий год. Но не стоит забывать только летом учиться. Но и все годы их надо не забывать. Нравится, что нас еще кормят. За нами тут как дома ухаживать. Мне этот праздник очень нравится. Я очень хочу пожелать всем детям, чтобы они удачно закончили первую и вторую часть, чтобы удачно читали Коран. И я сама уже на второй части хочу быстрее научиться читать Коран и читать его каждый день. После торжественного открытия внутри мечети детей распределили на группы по 15-20 человек. Всего образовалось более 100 учебных команд. Распределение групп идет по уровням. Это те, которые первый раз пришли у нас сюда. И те, которые второй год и третий год. Соответственно, по этим программам их обучают. А преподаватели отбирали только после собеседования и прохождения курсов повышения квалификации. Учитель должен знать хорошо не только сам предмет, но и психологию, и методы обучения детей. Дети бывают разные. Есть, да, разного возраста бывают. И каждому нужен свой индивидуальный подход. Нужно учитывать все буквально. И без него никак в общем. Что для вас преподаватель на первом месте? На первом месте это быть позитивным, как бы настрой приходить сюда, да. И всю эту энергию давать им. И у них тоже забирать, конечно, то, что они радуются, такие приятные приходят. Вот это все взаимообмен, чтобы был симбиоз, можно сказать, такой. На учебу принимают в 7 лет. Маленьких детишек, конечно, сопровождают взрослые. Особенно переживают те родители, кто впервые привел ребенка. Я отправила своего мальчика, которому 8 лет будет скоро. Мы впервые здесь, да, я услышала от знакомых, что проводятся курсы. Вот хочу, чтобы мой ребенок научился читать Коран, намазы, чтобы научили его здесь. Здесь очень большое желание есть. В школьное время не всегда получается полноценно ходить. А летние курсы, когда дети свободны от школьных занятий, спокойны, чтобы они усваивали хорошо информацию. В общем, мы решили посещать. Внука, еще внучку, еще внука хочу привезти. Почему? Потому что вот в таком месте, в таком общении только можно их воспитать. Я сам тоже учитель, я знаю, что воспитание начинается в коллективе. Можно, конечно, дома тоже все это сделать, это другое. А в коллективе это совсем другое. Летние курсы – проект Муфтиата Дагестана. В мечетях Республики детей будут обучать мусульманские этики, совершению намаза и чтению Корана. В перерыве между занятиями учеников ждут вкусные угощения. Об этом позаботились организаторы. Дан старт летним курсам по основам Ислама. Занятия будут проходить до конца августа практически во всех мечетях Республики. Уроки смогут посещать не только дети, но и взрослые. Хамзнур Магомедов, Ислам Халиков, новости телеканала ННТ. И о спорте. Футболисты «Динамо» завершили сезон в первой лиге на восьмом месте. В заключительном матче дагестанская команда встречалась с Аланией из Владикавказа. Игра на Анжаарине завершилась в пользу гостей со счетом 1-0. Это поражение стало для нашего клуба 12-м в сезоне. Столько уже у «Динамовцев» побед. А еще в 10 играх они сыграли в ничью. Напомним, что клуб из Махачкалы в конце сезона имел шансы на участие в стыковых матчах за выход в Премьер-лигу. Однако команда не получила лицензию РФС-1. От дзюдоиста Мазан Абдулаев выиграл этап престижного гран-при «Большой шлем». Турнир с участием более 300 спортсменов из 40 стран прошел в Таджикистане. В финале Абдулаев оказался сильнее азербайджанца Турана Байрамова. Решающим в этой схватке стал удушающий прием нашего спортсмена, который он смог закрепить удержанием. Также медалями на гран-при в Душамбе в своих весах отметились Мурат Чупанов, у него серебро, и Магомед Магомед Амаров, в активе которого бронза. Смотрите нас также на нашем телеграм-канале. А у меня на этом все. Добрых вам новостей и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова